Итак, приступаем к третьей части нашего урока. Я остановилась на том, для чего нам нужно дополнительный вот этот первый кадр, дубликат первого кадра. То есть два первых кадра у нас одинаковые. Я взяла инструмент, который называется, еще раз напомню, лассо. Выделяю на нашем изображении волосы девочки. Вот я уже сделала три заготовки, они совершенно одинаковые. Вот, переместим вот эту часть руки вот сюда. Так, и видим, что все глазки вот здесь, они открыты, они рабочие. И сейчас мы просто их немножечко оживим. Ну, оживить их можно разными способами, я покажу один из способов. Итак, переходим к фильтру. Здесь ищем в фильтрах искажения, так, нет, нет, галереи фильтров, галереи фильтров, так. И вот здесь вот название идет этого фильтра, океанские волны. Размер волны я один, силы волны два. Ну, этого достаточно будет. Вот мы нажимаем окей, так как я уже это сделала, поэтому я нажимаю отмена. А вы нажимаете окей. Все, отключили. Итак, мы вот здесь вот, на первом слое это сделали, на нижнем слое, слое три. Так, переходим к следующему слою три. Мы повторим эту операцию опять так же, и опять возвращаемся к галереи фильтров, но ничего здесь не долгое, нажимаем опять окей. Ну, я нажму отмена, потому что у меня все уже готово. Так, и то же самое в третьем. Фильтр, галерея фильтров и просто окей. Хорошо. Вот мы фильтром обработали эти волосы. Но так как этот прием чаще всего используется как волны, а она здесь волосы, мы немножечко сделаем иммунитацию ветра. Поэтому то же самое с каждым слоем, мы это делаем с фильтром, который называется размытие. Размытие, и вот здесь написано размытие движения. Вот возьмем самое небольшое движение, вы по усмотрению сами можете выставить эти настройки. Я выступила смещение 5 пикселей, и тут будет достаточно. И опять на каждом слое нажимаем на окей. Все. Здесь, здесь, здесь. Ну, просто нажали окей, потому что фильтр уже сработал самостоятельно. Так, ну, вот как раз на этом первом кадре, о котором идет речь, мы и отключим все слои с волосами. Так. Для чего мы это сделали? Потому что если мы сейчас будем поочередно подключать эти слои, мы увидим, что первый кадр, он всегда будет забит слоем номер 3. Вот, любой кадр вернее. Вот мы, если перейдем, откроем первый вот этот слой с волосами, а у меня это слой 3, и перейдем на, вот смотрите, на слой номер 2, нам нужен следующий слой. А первый слой нам придется отключать каждый раз. У нас здесь 9 слоев, и каждый раз я буду отключать, отключать, отключать вот этот слой номер 3. Вот, поэтому я сейчас и говорю о том, что на первом слое мы ничего не делаем, мы просто отключили все слои. Ничего не подключаем. А вот на этих оставшихся 8 слоях, убрали первое от 9, отнять 1 будет 8, на всех оставшихся 8 слоях, будет работать на каждом кадре свой отдельно взятый слой. Итак, второй кадр, второй кадр, я беру первый слой. Следующий кадр, второй слой. Дальше пошел кадр, третий слой. И начинаем чередовать опять в том же порядке. Первый, второй, третий, первый, второй, третий, первый, второй, третий, первый, второй, так, и третий. Можно еще сделать дубликат в каком-нибудь кадре. Ну, можно его просто поставить, пусть будет второй. Так, и уберем вот этот вот первый кадр. Он уже нам не нужен, видите, здесь ни один слой к первому кадру не подключен, не работает, он лишний. Поэтому мы его возвращаем в зиму. Итак, смотрим, как работает наша анимация уже с голосами. Вот видите, девочка быстро шьет. Так, можно ей выставить другое время, допустим, выделить все кадры. Вот здесь есть такая небольшая точка, выделить все кадры, выделяем. И ставим время, допустим, 2 минуты. Ну, 2 минуты. 0,2 секунды. Вот она уже помедленнее шьет. Вот тогда будет и замедленное движение волос. Видите, они связаны, все слои, кадры между собой, движение волос будет тоже самое. На этом, я думаю, пока можно остановиться. До деталей мы таких точных не будем здесь уже докапываться. Тема наша раскрыта, нашего урока. Поэтому всем пока, всем до свидания.